Приветствую в эфире «Утро февраля» нашего первого гостя, энергетического эксперта Геннадия Рябцев. С нами на связи. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий, если мы с вами пофантазируем и попробуем воспользоваться словами или терминологией врачей, как бы вы оценили состояние здоровья нашей энергетической системы? Насколько мы больны и сколько мы можем протянуть вот под такими массированными атаками? Ну, скорее, живы. Это однозначно. Ну, безусловно. Ну, протянуть. Я вот слово протянуть, нет. Не принимаю слово протянуть. Ну, работает система. Министр сказал, что целостность системы восстановлена. Она снова работает как единая энергосистема. То есть, сколько уже не пытаются эту систему разбить на отдельные энергоострова, ну, все никак не получается. Безусловно, ситуация очень сложная. Безусловно, каждый раз восстанавливать объекты, куда постоянно прилетает, становится все сложнее. Но до тех пор, пока работает украинская система противовоздушной обороны, причем я смотрю, что в России, похоже, не верят, что средства украинских ПВО могут сбивать их ракеты. Вот эти вот постоянные, постоянная иронизация над тем, что запустили 70 ракет, а сбили 80, ну, это явно не соответствует реальному положению дел. Ведь действительно сбивают больше 50%, намного больше 50%, поскольку 50% сбивают советские системы. Вот те, которые в Российской Федерации еще до сих пор работают. Но дело в том, что у нас же основные средства противовоздушной обороны – это западная система. И у них каждая ракета – это цель. Поэтому нет ничего удивительного в том, что массированные обстрелы, они проходят через очень частое сито украинских ПВО. И до объектов энергетической инфраструктуры, безусловно, долетает, но далеко не все то, что хотелось бы, чтобы оно долетело из Москвы. Второе, что радует – это то, что все-таки есть оборудование, хотя и дефицитное, хотя и не всегда вовремя есть, но есть оборудование, которое позволяет достаточно быстро восстанавливать поврежденные объекты. Очень хочется, чтобы этого оборудования было больше, и чтобы оно поставлялось именно так, как именно туда, куда необходима именно энергетика. То есть здесь очень важно, чтобы помощь, которая сейчас идет из Европейского Союза, не только из ЕС, она была бы востребованной. То есть она была бы не просто так, чтобы помочь чем-нибудь. Это тоже хорошо, безусловно, но сейчас, и если речь идет об энергетической системе, очень важно, чтобы энергетики получали именно то, что они запрашивают. И в этом плане очень важна роль Министерства иностранных дел Украины, которое должно координировать эту работу, причем на очень профессиональном уровне. И для этого во все межведомственные комиссии, в том числе и высокого уровня, должны быть включены непосредственно те, кто знают, что такое трансформатор и чем отличается высоковольтный трансформатор от обычного трансформатора. Геннадий, а позвольте... Есть ли эти две тенденции? Позвольте я уточню. Вы просто сказали очень важную вещь, что не протянет наша система, а все хорошо, насколько это возможно, под такими массированными атаками. Я думаю, что, может быть, вы видели, может быть, нет, но вчера, в очередной раз, когда мы находимся под закрытым небом этими ракетами, и они пытаются уничтожать нашу энергетическую систему, конечно, этот момент полной эйфории, к сожалению, в российском обществе, потому что им пропагандисты обещают что? Что они оставят всю Украину без воды, без тепла и без света. Технически и технологически это вообще возможно сделать? Есть действительно риск того, что вот еще, не знаю, один, два, три таких обстрела, и вся наша энергетическая система ляжет? Ну, лечь не может. Ну, как можно выбить все энергетические объекты? Ну, это невозможно даже в принципе. Даже того количества там нескольких тысяч ракет, которые есть в распоряжении Российской Федерации, не хватит для того, чтобы поразить все без исключения объекты энергетической инфраструктуры. Даже в том случае, если украинские ПВО, их все, значит, кто там работает, сядут и будут сидеть сложа руки. Ну, во-первых, они не будут сидеть сложа руки, а будут сбивать все, до чего эти руки дотянутся. А, во-вторых, ну, если бы мы были Сирией, где там одна-две станции и все. Если бы мы были Грузией, там, где одна-две станции и дальше после этого коллапс, и в случае их выведения из строя. Ну, мы же Украина. У нас самая разветвленная, самая надежная и самая стойкая энергетическая система, доставшаяся, как прекрасно знают нам и в той же самой Российской Федерации, в основном от Советского Союза. Но и модернизированная, поскольку мы же тут собирались синхронизироваться и синхронизировались с объединенной энергетической системой Европы, для этого было сделано, предпринято очень много, в том числе и технологических изменений и всевозможных шагов, которые усилили вот эту стойкость энергосистемы. Да, очень сложно. Да, огромное разрушение, безусловно. Ну, понятно, что даже одна ракета в энергетические объекты, и это проблема. Ну, а их уже сколько прилетало. Но это не означает, что вот там кто-то хочет, в общем-то, в Кремле или там где-то в Минобороны, не знаю, там где они там сидят. Вот ему очень хочется, что это его хотелка, она реализуется. Тем более, что там достаточно заглянуть в глаза Суровикину, чтобы понять, что там интеллектом, ну, нету там, ну, там нету его. Ну, вот просто посмотрите в эти глаза, и вы поймете, что он просто не поймет, что такое энергосистема вообще. А раз он не поймет, ну, замечательно, ну и прекрасно. Чем больше тупых людей возглавляет Российскую Федерацию, тем легче энергетики восстанавливать поврежденные объекты. Безусловно. Энергетической системе или стремились быть на них похожи, они существуют, работают совершенно по-другому. У нас это действительно старая там советская система, именно поэтому мы не можем взять и попросить у условной Франции трансформаторы. Да, нам надо как раз идти к бывшим странам, которые вместе с нами были в советской колонии. Как это совместить, как это сделать, если европейские запчасти, которые подходят к их системе, нам надо просто максимально быстро перестраиваться и переходить на подобные к Европе системы. Только так тогда возможен этот ремонт и замена деталей? Ремонт и замена деталей возможны и на немецкое, и на французское оборудование. И единственное, что, чтобы заказ, то есть техническое задание на соответствующее оборудование, отправляли энергетики, не политики, не дипломаты, а именно энергетики. А то, что у нас огромное количество и немецкого, и французского оборудования уже давным-давно работает, в том числе и высоковольтных трансформаторов, так это не секрет. Так а как же без этого, собственно говоря? Ни один трансформатор, ни с советского времени, я сейчас, честно говоря, не помню. Там срок службы уже давным-давно бы закончился. Да, оборудование существует, и старое оборудование, может быть, где такое, где устаревшее морально и физически. Однако это не означает, что вот просто была советская система вот такая вот в консервированном виде, и она на протяжении последних 30 лет никаким образом не изменялась. Изменялась еще как. Причем вот и это почему-то не понимают в том же самом Кремле. То есть вот, ну, может быть, они судят по собственной системе, которая там где-то за Уралом так и осталась на уровне, я не знаю, 1913 года, наверное. Но здесь изменения происходили, опять же говорю. Ведь представители европейского энергетического сообщества не включали бы нас, не разрешали бы нам синхронизироваться с их системой, если бы те требования, которые выдвигаются эксплуатантами и диспетчерами, и операторами к украинской системе, они бы каким-то образом бы отличались от энергетической системы той же Франции или Германии. Поэтому именно, кстати, это и является одним из тех вещей, которые позволяют надеяться, что система сохранит свою работу даже в результате следующих обстрелов. Услышали вас, Геннадий. Спасибо большое, потому что там в России ваши комментарии, и ваша аналитика точно настроение испортила, а мне, наоборот, стало еще более спокойнее и увереннее. Хотя я, честно говоря, вообще не боюсь никаких ограничений с коммуникациями, потому что я понимаю, что все это крайне временно, и все это, конечно, будет восстановлено. Но, тем не менее, вы рассказали еще даже лучше перспективы, чем можно было себе представить. Спасибо большое. Друзья, в гостях у нас был энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Продолжение следует...